Добрый день! Сегодня Unboxing и это кубик компании Fangsi. Так вот, с коробочки можно посмотреть, что это обычная трешка. Но если немножко повернуть, становится понятно, что поменьше, чем трешка. Так и будет 3х3х2. Общее название 2х3х3, но мне кажется, проще называть 3х3х2, чтобы лучше ориентироваться. Потому что есть еще кубоид 2х2х3, и 2х3х3 очень похоже на него. Почему так? Для чего? Кстати, вот картиночки красивые на обороте. С недавних пор кубоид 3х3х2 является головоломкой, которая собирается в качестве дисциплины на чемпионатах по спидкубингу. Вот она вот так вот в пленочке запакована. Вот так он выглядит без пленки. Это тот экземпляр, который я брал с собой на чемпионат. К сожалению, данный кубоид приехал ко мне всего за пару дней до чемпионата, поэтому я не успел толком ни настроить, ни пособирать именно на головоломки от Фанксин и собирал на аналоге от Лан Лан. В чем плюсы каждой модели? Ну, Лан Лан достаточно старая головоломка, резкая, ну, самая по себе резкая, но резко углов как-то слабенькая. Локапы, всякое прочее. Ну, если тренироваться, то будет все хорошо. Афанксин более современная головоломка. Режет углы получше, полегче, но, видимо, здесь надо как следует понастраивать, чтобы убрать лишние локапы. Но главный плюс именно этого кубоида в том, что его легко будет замагнитить. Возможно, не совсем легко, но это возможно. Я уже присматривал, детальки вот эти разбираются. На Лан Лане с этим все не так радужно, поэтому я даже пытаться не стал. Давайте перемешаем и соберем. Сейчас на чемпионате Мэй Опен 2019. Я занял третье место в этой дисциплине. Смотрите, подлокапливает. Второе место занял Константин Соловьев. Он как раз собирал на Фанксин. Он, видимо, успел притереть. Ну и собирал немножко. В другом месте, быстрее, чем я. Голомка, хоть и на один слой меньше стандартного кубика 3х3, собирается по правилам кубоидов. Ну, лично я собираю через крест, хотя можно и по-другому. Собираю крест. Там собираю две первого слоя. Модернизированные пиф-пафы. Лучше, конечно, все просчитывать. Потом расставляем углы по местам. И последним этапом расставляем по местам ребра. Для этого есть много алгоритмов. Да, я сейчас сделаю какой-то нитут. Ну, вот так вот будет лучше. На самом деле интересная головоломка. Здесь я разрабатывал скоростной метод, ну, как применял кубоидные формулы именно для этой головоломки. Можно также собирать полосками, как Константин Соловьев. Но, как бы, способов много, и головоломка перспективная. Я думаю, что стоит развивать. Интересно. То есть, это не ИВИ-куб, который там одним пиф-пафом собирается. Здесь есть алгоритмы. Можно собирать на скорость. Но, конкретно, вот эта модель нужно немножко доработать. И магниты наверняка сделают лучше. Мне вот кажется, что здесь можно будет что-то подпилить. И станет совсем хорошо. Фанкси. 3х3х2 кубой. Можно попутать логотип. То есть, вот так вот, если положить, то похоже. Но нет. Логотипы будут разные. Тех дисциплин. Ну, как бы, еще один кубойт. Хорошая головоломка. Рекомендую. В принципе, и от Лан Лана головоломка неплохая. Хотя она более шумная. Ну, фанкси купить проще. И вот, что самое главное. Во-первых, это цветной пластик. И есть возможность поставить магнит. Когда-нибудь я этим займусь. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Просчет. Экскроф.